Фёдор Герасимов, голова городской общественной организации, христианская миссия «Новая жизнь». Началась наша деятельность еще 14 лет назад, в этом году исполнилась. И мы, в принципе, начали работу сразу, как бы наша миссия – это социальная работа, это бедные люди на улице, это люди, которые живут на улице, бездомные. В принципе, основная масса – это были те люди. И спустя где-то 2-3 года мы уже перешли еще на людей, которые, они живут, имеют дома, но они бедные. Это, как бы, считается, первый сорт – это те люди, которые живут на улице, а вторая категория людей – это те, которые бедные и могут оказаться на улице, в связи с тем, что экономически их жизнь, как бы, очень-очень сложная. В принципе, до полномасштабной войны мы этим занимались плотно. У нас на тот момент уже было 6 приютов, не только в Одессе, но еще и в Украине. А уже во время, когда началась война, мы просто усилили свои задачи, свою деятельность. Для нас это ничего нового, как бы, просто наших партнеров международных мы подключили, как бы, попросили, чтобы увеличили поставки в гуманитарную помощь, и начали просто… объемы совсем другие пошли. Мы не ожидали такой поток, потому что, если мы в год имели там где-то 200, там до 300 тонн продуктов питания заходили через нашу организацию в Украину, то мы в первые, буквально первые месяца войны у нас в месяц достигало до 600 тонн. Это объемы, конечно, большие. Но, естественно, и потоки людей в день, по нашим точкам, только в Одессе достигало иногда от 2 до 3 тысяч людей получали помощь продуктовых наборов и так далее. Действительно, было немножко сложно в первое время, чтобы охватить, потому что людей все больше и больше, особенно, когда начались много беженцев, переселенцев, которые многие планировали уехать, но не могли уехать, или там не получалось, слишком большой поток был. И этих людей на время они, конечно, все эти нужды перенаправили к нам. И потом уже подключались другие организации в Одессе, и мы распределяли нагрузку, то есть помощь, которая приходила к нам, мы делились с ними, и уже оно через других еще организаций распределялась помощь. Ну, на мой взгляд, то есть мы однажды как бы делали такую анализ, то достигало иногда до 10 тысяч людей получали помощь. Ну, это не то есть помощь наша, но распределяли еще через других организаций, таким образом в совокупности так выходило. Ну, сейчас у нас несколько направлений. Такое первое, которое у нас уже 14 лет мы ведем, это работа, это приют для пожилых людей, которые от них отказались родные и близкие. Сиротство есть два категории. Это когда маленькие дети и родители отказываются от них, и когда уже взрослые дети отказываются от своих родителей, они беспомощные, и их просто, либо они оказываются на улице, либо их просто, даже бывает случай, выгоняют. Это первый направление. Второе направление на планету – дети, детский приют, где у нас в них живут мамочки, которые домашнее носили, либо мамочки, которые хотели абортировать своих детей и не видели такой выход из ситуации. Благодаря этому мы как бы ведем переговоры с областным роддомом, где туда больше скоплений этих мамочек, и мы как бы гарантируем, что мы их берем под свою защиту, они не делают аборт, и таким образом эти мамочки у нас. Также у нас бывают мамочки, которые с улицы, они даже не знают, кто их не отцы, и мы ведем с ними, забираем, будучи беременны, и сопровождаем их такие. Вот это второе направление. Потом у нас идет уже на протяжении 14 лет, и продолжаем это делать, это кормление возле ЖД вокзала, где каждый день выходит служба, группа наша, которые они собирают бездомных людей, и они также кормят возле ЖД вокзала. Ну и центры для людей, которые оказались в тяжелотрудные обстоятельства, и они проходят процессы реагритации. Вот такие направления. Ну, кроме того, что мы еще строим. Строительство у нас из модульных домиков, из контейнера покупаем, мы переделываем, и туда до 4 человек могут жить такой домик. Мы уже построили 70 домиков, хотим до 100 домиков дойти, там дальше будет видно. Это то, что мы несколько лет работали, буквально перед войной мы запустили этот проект, и это сейчас очень актуально, потому что очень много людей, которые разбиты до мани. Ну, этот проект у нас был даже и до полномасштабным, мы видели, что есть потребности, особенно люди, которые жили на улице, и прошли процессы реабилитации, восстановились, и им некуда возвращаться, у них нету. И дабы не вернуться им на улицу опять на такой образ жизни, то такое социальное жилье для них. А сейчас в связи с войной это очень востребовано, и поэтому мы развиваем этот проект. Первое, таким людям, которые живут на улице, денег не надо давать. Деньгами ни одному бездомному человеку невозможно помочь. Первое, нужно человеческую просто поддержку, чтобы они поняли, что они нужны, и есть люди, которые их могут поддержать. Это первое, что они должны прочувствовать. Просто подружиться с ними. Мы, когда их берем с улицы, мы их вселяем в приют, где для нас немаловажно, чтобы они почувствовали, что их ничем не ограничивают, и тем, что вот это люди бездомные, к ним должно быть такое отношение. А вот мы, которые домашние, нам должно быть совсем другим. Мы не разделяем. Когда попадает бездомный человек тут, он чувствует, что он попал в синюю. В первую очередь, он должен чувствовать, что он попал в синюю. Ну, его окружает, естественно, большинство людей, которые такими же, как и он. Второй момент – это то, что нужно понимать, что это процесс долгий. Чтобы поставить этого бездомного человека на ноги, то это может занять до трех лет. Это процесс, когда не с первого раза он поймет, он вернется назад. Но мы всегда даем надежду и показываем, что он может вернуться. Мы сейчас построили один детский приют, и мы, конечно, хотим еще построить в Киеве, еще в Невско-областей. Но вообще, это самое такое, то, что желание моего сердца – это сейчас я готовлю. Ну, я не такой уж пожилой человек, но все равно я уже готовлю и команду, и людей. То поколение, которое, если даже меня не станет, то я хотел бы, чтобы просто эта миссия, эта организация, она имела продолжение и помогала людям, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. Потому что у меня много таких есть друзей, международников, которые, их организация имеет 60-70 лет, 100 лет. У нас друзья недавно уехали с Америки, их организация имеет 125 лет. И у тех людей, которые начинали организацию, их уже нет на этой земле, они уже в вечности. Но дело, которое они начали, не имеет. И я думаю, чем мы хуже, почему у нас в Украине такого как бы нет. Поэтому я работаю над тем, чтобы выстроить такой механизм, что даже если меня как бы не будет, оно должно иметь продолжительность для того, чтобы, потому что мы за 14 лет восстановилось где-то уже около 1400 человек. Это те люди, которые, они обречены были, они практически 90% из них, они были бы уже мертвы, но у них сейчас дети, семья. И я вижу плоды того дела, которое я начал 14 лет. Поэтому это желание, чтобы оно имело дальше продолжение.